Откровение, 14 глава, 13 стих. И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Аминь. Братья и сестры, наше родство очень большое и решили сделать Family Reunion, встречу. Но как сделать Виктор в Африке? Обратились к Виктору, поговорили. Виктор, на какое число сделать Family Reunion? Он говорит, на 7-8, на эти викинг будет самое лучшее сделать Family Reunion. И так посоветовались, и то, что Виктор сказал, так и сделали. Братья и сестры, думал ли Виктор, назначая это число, что-то будет за Family Reunion? Не думал. Но у Господа все отмечено. И в память этого дал мне Господь стих написать. Я слышу, что друзья тоже трудились. Я хочу этим стихом поделиться. И мое соболезновение семьи моей, и Павел Рабчук передавал для Вали, и для всех детей. Да благословит Господь. На просторах Африки. На просторах Африки в дальних поселениях среди тьмы язычества воссиял вдруг свет. В силе Божьей истины, в любви проявлениях, и его сиянию там предела нет. В истине евангельской, сердец просвещения, покаяние искренне озаряет люд. Это ведь не вымыслы и не сновидения. Это правда Божия и сердцам приют. Аллилуйя Господу за благословение, за устройство, помощь и за благодать, и за Духа Божия то прикосновение, что велело небо Гос Виктору послать. Призыв к благовестию он услышал ранее в Семки, в Украину, в родное село. О, какое милое там было свидание с душами воскресшими им принес тепло и прилип к служению, и искал возможности в местности, где вырос, снова посещать. Но с ковидом стали в этом деле сложности, и пришлось служение вновь перемещать. И поехал в Африку, в помощь, где трудились церкви Божьих посланцы строить, как он мог. Молодые церкви там тогда родились, трудностей немало было и тревог. Но с зажженным факелом, в сердце своем искренне, он отдался Господу и Ему служил. Служил Богу преданно, служил Богу истинно, и своим служением сильно дорожил. Было откровение, что дни его краткие, и в деле служения, чтобы он поспешал, верить, чтобы пыли твердые и не шаткие, он детей своих к Ниве приобщал. Вся семья поехала с папой вместе в Африку, по следам послушные своего отца, и трудились в Африке, как мурашки дружные, дело довершая папы до конца. Сердце мужу верное, Господу послушное, Валя, обрела ты с юности своей, так и храни себя, время это смутное, Господу доверься, и Он даст елей. До конца останьтеся, верные вы Господу, и на небе радость с Папою вас ждет, посвятите души вы своей труду, как ваш Папа сделал, как Христа народ. Отец-сирот Бог, сказано в Писании, Он помощник вдовам во всех их скорбях, твердыми прибудьте в вашем уповании, и найдете милость на своих путях. Аминь. Да благослови, да Слава.